Сегодня мы будем продолжать серию видео, посвященных версии 600 Будем смотреть, что дальше, что-то еще нового Сегодня у нас по сути будет весь разговор про вот эту кнопочку голоса О том, как я ее настраиваю, ну и функционал, связанный с ней Дело в том, что, как я обнаружил для себя, в принципе, самый наиболее частый Используемый сценарий с головой, это переключение между навигацией и мультимедиа каким-то приложением Ну, например, покажу, да, то есть я один раз нажимаю на эту кнопочку, как у меня сейчас настроено У меня открывается PowerRamp А чтобы навигацию включить, я нажимаю долго, и у меня включается навигатор Так вот, дело в том, что, в принципе, можно было и раньше настроить, конечно, эту кнопочку как-то Но, во-первых, в функционале появилось долгое нажатие, которое как раз конфигурируется А во-вторых, допустим, в том сценарии, что у вас, например, несколько навигаций Я, например, понял, что есть для города очень удобное приложение Яндекс И для межгорода наиболее удобен Навител, потому что Яндекс очень часто подводит На межгороде при попадании интернета, это, конечно, беда Поэтому, в принципе, для поездок за город я всегда имею Навител Ну, а внутри города Яндекс использую И такая еще история, да Кроме навигации, вы часто тоже, наверняка, замечали, что вам нужно Кроме того же самого PowerRamp Еще использую я, например, интернет-радио Или там тот же самый YouTube И, ну, в зависимости от времени года Условно, времени суток Мне нужно переключаться между Навигацией и каким-нибудь одним из этих приложений Как вы видели, у меня только что эта кнопка, да, переключала на PowerRamp Так вот, функционал, который был добавлен Что, например, если я открою радио И оно будет играть, да Вот оно тут где-то играет То в этом случае Кнопка голоса, вот эта, она, которая настроена у меня Она будет, запомнила, что последним было открыто Приложение радио И она его и будет открывать То есть, например, я сейчас нажму долго Играем тут сценарий, да Включим Яндекс А теперь я нажму ее коротко И у меня откроется радио Потому что программа запомнила Какой функционал, ну, какое приложение было открыто Последним мультимедийным То же самое с навигацией То же самое Она запоминает, что был навитал И по долгому нажатию будет открывать навитал Так, теперь немного о том, как настроить эту кнопку Чтобы она переключала между последней навигацией и последним мультимедиа Заходим в настройки кнопок Версия 600 у меня уже стоит Кнопка голоса, смотрим Она, у нее действие Action Last Player Соответственно, в этом списке, если откроем У нас будет уже добавлено действие Last Navi, Last Player Их тут два новых действия Navi, соответственно, для навигации Плеер для мультимедиа-плеера Ну и нажмем далее Проверим действие, которое назначено на долгое нажатие голоса Так, смотрим Долго нажать кнопку голоса Вот, внизу самое действие Как раз у меня стоит Action Last Navi Вот так, в принципе, я использую сейчас систему Очень удобно за рулем Скорости какие-нибудь очень высокие Особенно именно в межгороде Едем в Сочи, еще куда-нибудь на наш юг Используем эту кнопку Не надо лезть туда Не надо там тыкать в экран Не надо ничего делать лишнего Одна кнопка И все, в принципе На предыдущем видео мы видели, как треки переключаются Эта кнопка теперь у нас переключается Между навигацией и мультимедиа Их последний вызывает Все, в принципе, все остальные сценарии Они очень редкие И гораздо меньше надо тыкать в экран И отвлекаться от дороги